Всем привет, ребята! Это снова вы, это снова я. Прошло уже три недели, как я не был на даче. Приехал я к своим пчелкам поглядеть, ну и заодно сделать ревизию. Вот, посмотрел я у себя в загашнике, тут рамочки выбрал. Сейчас, может, подкормлю. Меда чуть-чуть привез, кому дам. Вот. Также, что хотел сказать. Вот, вчера была хорошая погода, и вижу, пчелы вылетали немного, вот, некоторые погибли. Вот, и сильных опорожнений не видно. Так, на крышках улет чуть-чуть есть, вот, слегка. Если вам видно, немного, но, значит, слава богу, все хорошо. Ну, пчелки вылетали, я смотрю. Видно. Вчера было где-то плюс семь, было более-менее нормальной погоды. Сегодня немножко поменьше, но уже плюс, это меня радует. Сейчас его проверю в Сеуле. Кое-что вам покажу. Вот такие вот дела. Так что сейчас посмотрим с вами вместе, как обстоят дела. Помощь, я чувствую, за три недели, хорошо поели корма. Сейчас с вами посмотрим. Взял дома, раздел я сетку лицевую, потому что надо будет серьезно проверять. Пчел сейчас. Может, может, и пока пошиться придется немного. Я их тут утеплял, вы видите. Ну, в принципе, влаги сильной нету. Меня это радует. Опа. Пчелки, смотрю, тут живые. Это хорошо. Сильно они не поели корм. Что бурша тут. Тихонько сейчас погряжу. Ну, поели они корма. Во, видите, все съели. Теперь надо будет им сюда положить. Как лучше рамочку, я не знаю. Чтоб их не беспокоить. Они уже у задней стенки. Вот так положить. Было бы в идеале выбрать эту рамку взять. Но не знаю. Вот так сделаю. Перейдут они уже. Вот так поставлю им. Вот так им корма поставлю. Наверное, возьму сверху им положу меда. Пускай потом выбирают. Если что. Опа, дырку вот так и. Заберут они. Пускай мед. Ой, злятся. Не вылазьте, не вылазьте, девки. Вот так вам прикрыть дырку. Будете брать потом. Так, в принципе, все нормально. Сейчас надо, чтобы было тепло. И тогда все будет хорошо. Сейчас я укрою это все. Так, не тот холстик взял. Ну ладно. Так, прикрою. Сейчас надо тоже тепло, тепло, тепло. Так, будем сейчас следующую семью смотреть. Так, следующую семью смотрим, ребята. Так, что у нас тут. Как тут семейка поживает, интересно. Влаги тоже сильной нету. Так, аккуратно открываем. Так, тут у пчелки шумят. Тут, видимо, расплод у них. Надо стрясти их. Надо стрясти их. Не взял я с собой ничего. Вот как их стрясти. Ой, жалко вас, девочки. Ну что сделать? Надо было взять с собой щетку. Наверное, потом схожу. Ну вот, они весь выели мед. Тут чутка осталось. Надо рамку им поменять. Пчелы активные. Так. Сейчас немного подымлю. Они и канди подъели. Надо им меда положить будет тоже. Папетик. Я-то у меня тут был. Так, чтобы они не психовали. Сейчас мы им дадим меда. Они уже на задней рамке. Вот так им меда положу. Тоже пускай берут. И рамочку я им сверху положу. Вот такой вот тут медик есть. Потом выедут. Разлетались девки. Так я положу. Ну активные они. Главное, что живые. Это самое главное. Тут осталось две недельки. Потерпеть и будет уже тепло. Можно сказать, зима уже пройдет. Сейчас следующую пойдем смотреть тут. Взял феточку, ребята. Сейчас проверим эту семейку. Что, как тут. Это у нас, по-моему, пеноплес. Пчелы выбрали канди. Ну вот, я смотрю. Здесь пизлили канди. Так. Тоже они поели. Вот. Канди. Выбрали. Я даже не знаю, как с вами поступить. Чтоб вы не подмерзли. Щеточка тут. Легкая рамочка. Главное, что живые. Голодные девочки на дно. Чтоб не подстыли. Дать рамочку. Подъели канди. Получается. Вам неудобно было брать. Надо будет пакет раскрыть. Чтоб они взяли его. Получается. Это будет четкий. Они туда его воздевают. Вот так им положу. Пискаем его. Беру. Вот тут у вас. Получается. Они его не могли взять. Пытались, но... Не получалось у них. Пчела активная. Главное, что она ест канди. Сейчас я им еще рамочку дам. И пускай они берут канди. И пускай они берут канди. Вот так им положу. С двух сторон. Пускай они берут канди. И сверху еще рамку меда дам. Вот эту палочку заберем. Сейчас на улице плюс. В принципе, нормально все. Так, этих девок надо было скрести молодежь. Я их не стрес. Уже другим дам корень. Тоже другие поедят канди. Им, в принципе, хватит. Сейчас уже так не подстывают, как раньше пчелы. Сейчас их укроем. Пускай облетываются. Так. У нас тут теплая скука. Эту семью я с рамок пересаживал. Не знаю, видео вам показывал или нет. Не помню. Но все хорошо. Следующую сейчас пойдем смотреть. Рамку, о, как вы или они. Все буквально. Так, видео пошло. Прошлоу семью смотрел тоже, что хорошо. Вы или они все канди. Вот эту. Вот. Ну, я забыл нажать на кнопку записи. И не получилось мне снять. Ну, уже ладно. Главное, что она живая, перезимовала. Можно сказать. Пережила морозы. Розы. Вот тут тепло чувствуется. Сразу я вот. Начал открывать. Пчелку жалко. Чувствуется тепло. Так. Рамку, рамку надо посмотреть сразу. В прошлой семье вот, как вы или рамку они. Сильно как. Сейчас мы рамочку посмотрим. Рамку. Это семья. Дам медову и рамочку. Немного сделать отверстий. потом им положу пускай выбирает выедает мёд этот так где наша кисточка пчелки тут потихоньку двигаться вот тут клуб мощный это у нас пеноплекс попробую стрясти сразу нам не стряхивается так всю рамку они съели было полнометное ребята все они съели у морозы пережили тоже это хорошо рамок хватает но вы или они конкретно хорошо что подложил сейчас мы подумаем как подложить рамку правильно с медом пускай не берут вот так рамочку но да а сюда корм положу не будут потихоньку брать и мед ой забыл рамку обрезать час обрежу рамку так чтоб они поели вот так поставлю пускай выедают но при зимовании это хорошо все хорошо так палочки забыл положить если что чтобы мы двигались тут все хорошо это самое главное так сейчас это зимовая хорошо так ну я уже слышу что тут шумят они конкретно надо канди взять подложу возьму тут мед есть чувствую тут сила угу жужжет вот тут сырость вода попала ваш булька и тут видимо расплод они гонят конкретно девки аж теплым такая идет от них чувствуешь их тут дофига это конечно будет сложновато мне сделать тихонько будем действовать чего и много вы или всю рамочку они то главное что живые повторюсь что они пережили морозы зимние морозы было у нас до плюс двадцати девяти это днем а ночью можно больше было по тридцатку держалась погода долго морозы девочки бедные что-то вы с рамки не хотите сползать насколько у вас много тут пока всех вытащишь ладно тут пару штук осталось так что вам дать девки ой так канди канди шманди надо как-то так положить чтобы его забрали и рамочку с медом все им хватит тут как говорится надо положить сюда и накрыть аккуратно чтобы тепло было нормально все перезимовали пойду к другим сейчас тут на крышке видите ребята пятна видимо облёт семья это вроде жужжат тепло все хорошо канди давал слава богу так тут канди они не взяли меда у них тут много так надо поднимить слегка я честно переживал за эту семейку но слава богу все хорошо надо как-то взять рамочку они тут наверху пчелы немного надо аккуратно стрясти тут каждая пчелка на счету надо все делать быстро туда тут семейка небольшая надел олени мостиков вот такую рамочку тут открытая так чтобы они канди поели и мед поели вот так положите пускай все все им надо две недельки и потом будет все окей две недельки морозы перезимовали лето хорошее тело раз перезимовали хорошо надо им теплое одеялко вот так сейчас вот здесь ребята почищу я снег слегка и посыплю золой чтобы быстрее таяла потому что если будет оттепель нормальная чтоб был полноценный блюд чтоб пчелы не падали на снег не погибали сделаю эти работы сейчас ну вот ребята позади улеву так разбросал я золу слегка почистил и вот здесь тоже перед улевами так что будет потихоньку это все таять вот сейчас помощь пошел дождик небольшой и будет все у нас окей как раз пчелы потом при хорошей погоде смогут облететься и они будут меньше погибать будут сразу на землю садиться отдыхать а потом уже залетать в улье хорошо ребята что я подкормил пчел не был я три недели а вот на пасеке на даче были сильные морозовые все знаете прекрасно снега было много больше 50 сантиметров и его пришлось ждать пока немножко потеплеет сейчас вот вы видели сами проверил семьи все более менее хорошо вовремя подкормил часы вы или они конечно и ханди и меда вы сами видели вот ну будем ждать теперь хорошей погоды чтобы снег растал и долгожданного облета ждем потому что через пару дней уже будет март месяц уже пора зиме уходить так что ставьте вот такой палец вверху не забывайте нажимать на колокольчик оповещания всем пока пока до новых встреч следите за новыми видео